Приветствую всех! JobSchool, с вами я, Достон, и вы находитесь на курсе английского языка за 26 уроков, сезон первый. И сегодня мы с вами разберем построение слов в английском предложении. Это будет очень простой урок для начинающих, как строить простые предложения. Так как в русском мы с вами можем сказать «я тебя люблю», так ведь? А в английском только у нас «I love you» и никак иначе. К примеру, если скажете вы «love you I» или «you I love», значение поменяется, и здесь никакого смысла нет. Но в русском мы можем сказать «я тебя люблю», «я люблю тебя». Ничего здесь не меняется, да? Так что давайте разберем, как строить простые предложения в английском языке. И дальше мы, конечно же, перейдем к местоимениям. Это очень важный факт, то, что местоимение – это как бы как кирпичик, фундамент в английском, и на него выстроено почти все предложение, да, сначала. У меня такой вопрос для вас также. Что такое местоимение в предложении? Кто может ответить на этот вопрос? Местоимение – это часть речи? Да. Ну? Что такое местоимение, Кира? Местоимение – это часть речи, которая отвечает за лицо. Например, «я», «ты», «он», «вы». Но не называют его, да? Да. А как вы думаете, местоимение в английском больше или меньше, чем в русском? Меньше. Да, поменьше было. Отлично. Значит, вы знаете о местоимениях. Окей, местоимение в английском делится на два типа. Первый – это местоимение единственного и множественного числа. И второе – это первое лицо, второе лицо и третье лицо. Давайте сейчас мы запишем. У нас есть… Сначала поговорим о местоимениях единственного числа. К нему относятся… Ай. Да, отлично. Ай и ай всегда пишется с большой буквы «я». Везде. Да, хоть в конце, хоть в начале. Всегда пишется с большой буквы, да? «Я». Второе у нас идет… Ю. Ю. Отлично. Ю. Вот в этом можно уже сразу узнать, почему меньше «ю». У нас может переводиться так же, как «ты» или «вы». У меня есть вопрос. Как вот различить предложение, вот, когда мы используем «ты», а когда используем «вы», если вот «ю» постоянно одно и то же. Отличный вопрос. Чаще всего это можно узнать по контексту, да, о чем идет речь, например, о старшем человеке или там… Ну, от этого зависит. Дальше у нас третье. Единственное число. Ю. 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 И так же у нас есть множественное число. Это у нас единственное. И множественное число. Мы. Первое – это у нас… Да, это у нас… Мы. Лицо – это также мы. Что у нас дальше? Ю. Второе лицо. Ю. И третье. Зай. Зай. Они, да? Угу. Вот, и так, вы это записали все, надеюсь? И так, у нас местоимения he и she, как мы видим, употребляются в единственном числе для одушевленных лиц. Также it может употребляться для каких-то животных или абстрактных понятий, да, например. Например, я могу сказать I see a cat. I see a cat. Я вижу кошку. И как сказать, она, например, черная, черного цвета. It's a black. It's a black. It's black. Правильно. Хорошо, дальше у нас… Можно вопрос? Да, да. Это английскими пользуются. Да, it, вы имеете в виду it. Да. Можно только к маленьким детям, чаще всего используется к маленьким детям. А как вот в съемках, там… Это зроны, это как объект. Человек, когда будет объектом, то они используют it. Да, вполне себе можно это использовать, когда идет речь a. Конечно же, о единственном числе, потому что во множественном мы уже используем, когда многое, да, множественное число, это уже получается they. Хорошо, и сейчас так же, да, пока что все на этом. Дальше мы также теперь добавим в наше… поговорим о предложении в английском. Английское предложение отличается, конечно, содержит субъект, тот, кто совершает действие, это вот наши местоимения, и какое-то действующее лицо, и предмет, который мы описываем, и глагол, конечно же. Например, I see, да, как я до этого говорил, я вижу, это минимальный набор предложений, например, car, или там, phone, машина, телефон, это не считается предложением, это просто слово, да. Да. Ну, хотя мы можем говорить run, там, да, какой-то приказ мы можем давать, какие-то, когда вы даете кому-то какие-то действия, чтобы человек делал, можно, в принципе, использовать одно предложение. Но, тем не менее, это считается уже, если мы имеем в виду I want you to run, я хочу, чтобы ты побежал, это уже считается предложением, да. Стоит также отместить особенности английского языка, особенности построения слова в английском предложении. Он отличается от русского тем, что он фиксированный и чёткий. Если мы в русском можем говорить так, как нам вздумается, например, да, я тебя люблю, люблю тебя я, и при этом не будет меняться, как сказать, не будет меняться то, что мы хотели сказать, да, смысл не будет меняться. А в английском только, как мы знаем, I love you, да, и никак иначе, да, например, если вы скажете love you, I, или это уже потеряет какой-либо смысл. Ну, теперь, чтобы не делать таких глупых ошибок, мы с вами разберём простую модель, с помощью которой вы сможете строить простые предложения в английском. И наша модель называется SWO. S-V-O. SWO. Как вы думаете, что это означает? Subject. Object, отлично, вы уже догадались, как я вижу. Итак, например, давайте разберём с нашим предложением я тебя люблю, да, как будет я тебя люблю, если мы скажем это на английском дословно, вот, например, вот, я тебя люблю. I love you. I, нет. I love you. I, you love, да, например, да. Давайте к нему теперь применим нашу модель SWO. Итак, что у нас под subject получается? Местоимение. I, местоимение I. I. И дальше у нас идёт V, verb, глагол или сказуемо, да. Это у нас что получается? Love. Love, да. И последний у нас object, тот, над кем совершает это действие. Объект. Это у нас you, конечно же, да. Вы, конечно же, знаете это предложение, I love you, но пусть эта фраза будет для вас как примером, да, чтобы составлять простые и простые предложения в английском. Окей, давайте теперь немножко потренируемся, как вы запомнили эту форму. К примеру, как сказать, мне нравятся фрукты, Кира? I like fruits. I like fruits. Да. Итак, что у нас дальше? Улобя, как сказать, мы любим французские фильмы? We? We like French films. We like French films, да? Хорошо, а Мафтуна, как сказать, например, Джеймс ненавидит Марию? Джеймс hate Maria? Да, правильно построенное предложение, но у нас здесь есть небольшое замечание. После, с глаголами, то есть с местоименями he, she, it, как мы написали, да, это третье лицо, то с ними нужно использовать букву S, нужно добавлять букву S после глагола. Например, не James hate Maria, а James hate Maria. То есть мы добавляем букву S после глагола, да, это касается третьего лица, единственного числа. Вот, есть такое небольшое исключение, но со всеми другими мы используем глагол в обычной форме, да, например, любой может пример, например, я беру ручку, как сказать, у Лукбек. I? Я беру ручку. Брать будет take. I take a pen. A pen, да. И Мафтуна теперь давай. Он помогает своей маме, как сказать. He helps to his mom? Просто можешь сказать his mother. А, his mother. Значит, he helps his mother. Отлично. И давайте теперь еще сделаем небольшой, чтобы все это у нас закрепить, небольшой quiz, то есть небольшое задание такое. Вот вам даны, вам будут даны три предложения. Так. Например, вот в ваших листках есть задание небольшое. Да. Итак, давайте проверим, как вы запомнили. Вот три предложения. Первое. A. Learn I English. B. I learn English. C. И C. English I learn. Подумайте немного. Я вам дам несколько секунд. Итак. A. Learn I English. B. I learn English. C. English I learn. B. Значит, B, да? Да. Почему B? I learn English. I. Subject. Да. Следуя правилам. Да. Нашу модель. И English. Отлично. Значит, да, мы сейчас с вами запомнили самое простое предложение в английском. Дальше вы также будете дополнять его прилагательными, другими вопросительными фразами, да? Но это, конечно же, мы поговорим в следующих видео и в следующих наших занятиях. А на этом урок подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно также оставляйте комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. Обязательно жмите на колокольчик. А мы с вами увидимся на следующей неделе. See you next time. Bye-bye.